Моя подруга все время жалуется, стиральный порошок, который гарантированно справляется со всеми видами загрязнения, стоит довольно дорого. А ей хочется сэкономить и при этом в качестве не потерять. И это возможно, уверяет Тара Шпира, потому что наш экспериментатор открыл для себя и для нас с вами новое средство для стирки. Тарас, здравствуй! Привет! Ты знаешь, стирки в доме всегда много, а хочется, чтобы и быстро, и качественно, и недорого при этом. Опираясь на недорого и качественно, я решил сегодня разобраться с вопросом, можно ли в домашних условиях предложить вам нечто, что позволит экономить на стирке и достигать хорошего результата. Наша задача сегодня приготовить недорогое и эффективное средство. Я так понимаю, что ты предлагаешь использовать жидкое средство, а не обычный порошок? На сегодняшний день на рынке появляются средства в виде геля, которые гораздо легче выполаскиваются из тканей и достигают наилучшего результата при стирке. Гели для пранья – мыющий средство, что получил в последний раз очень высокую популярность. Это альтернатива пральному порошку. Склад геля для пранья чудово справляется с сильными забруднениями. Перевага геля для пранья перед сухими и редкими порошками много. Гель экономично используется, простой в сохранении, хорошо распространяется в воде и полностью выполискивается. Сручный при обработке окремых делянок на Одессе и подходит как для машинного, так и для ручного пранья. И соответственно стоит не меньше 30-35 гривен. 30-35 гривен – это за какую-то небольшую упаковочку. Точно. 350-400 граммов. Если говорить уже о нормальной упаковке, это стоит значительно дороже. Наша задача – этот процесс удешевить. Наше средство обойдется нам, ну, гривен 5. Как говорил Кот Матроскин, я не жадный, я просто эконом. Ты все красиво рассказываешь, но для того, чтобы убедиться, что какое-то средство хорошо отстирывает, нужно постирать. Этот рецепт я нашел в интернете, сравнил, проверил, провел несколько трест-драйвов в виде стирки, чему несказанно была благодарна моя жена. Она, конечно, совсем сама справляется, но когда вот включается эта экспериментаторская жилка, я там все постирал, постирал. Но все-таки даже самые сложные пятна отстирывает. Наденька, давай сейчас посмотрим, каким результатом я пришел во время эксперимента. Внимание на экран. Сегодня будем тестировать средство магазинное, гель для стирки, который на секундочку стоит 90 гривен. И гель нашего собственного приготовления. Предлагаю испачкать вот такие вот футболочки. Обратите внимание, они абсолютно одинаковые. А потом постирать их домашним средством и средством из магазина. Далее сравним результат. Приступим. Пачкать будем по очереди и сделаем это равномерно. В этом приятнейшем процессе мне помогут кетчуп. Мой любимый борщик. Жаль, конечно, переводить продукт, но для эксперимента. Вино. И берем шоколадку и пачкаем, пачкаем, пачкаем. Осталось подождать. Пятна высохли. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Теперь футболку можем уверенно отправлять в стиральную машину, не забыв при этом добавить магазинный гель за 90 гривен. Нам необходимо 100 миллилитров средства. Заливаем средство непосредственно в барабан. Смотрим. Приятно удивлен, гель для стирки, который мы приобрели в супермаркете, справился с своей задачей. Футболка чистая. Самое время проверить средство, которое мы сделали своими руками. Приступаем к испачканию футболки номер два. Те же пятна в тех же местах. Сейчас осталось подождать. Нам необходимо забросить футболку в барабан стиральной машины и добавить гель, который мы сделали своими руками. Также 100 миллилитров. Заливаем гель непосредственно в барабан. Выставляем аналогичный режим. Интересно, справился ли наш гель со своей задачей. Итак, давайте посмотрим. На первый взгляд мы видим, что пятен нет. Осталось подождать, пока футболка полностью высохнет, и сравнить результат. Как вы видите, футболки высохли, и результат одинаковый. Поэтому остается порекомендовать вам экономить вместе с нами и пользоваться рецептом геля с удовольствием. Тарас, впечатляющий результат. И мне такое впечатление, что это та футболочка, которую ты как раз и отстирал своим универсальным средством. Вуаля, Надя, смотри. Очень свежо выглядит. Хорошо и не видно. Ты помнишь, какие пятна серьезные я ставил на футболку? Ну еще бы, все, что не съел, все на футболку. Главное, что результат виден. Ты в конце концов собираешься раскрывать компоненты, из которых состоит это универсальное средство для стирки. Нам понадобится какая-нибудь кастрюлька или миска. Я включаю плиту. Выливаю один литр воды. В кипящую воду мы будем постепенно добавлять ингредиенты. Надя, пока вода закипает, готов тебя познакомить с первым компонентом, который нам понадобится. Можно я открою? Давай я. Давай ты. А ну-ка. Это, внимание, Надя. Хозяйственное мыло. Хозяйственное мыло. Мы берем 50 граммов обыкновенного хозяйственного мыла и натираем на терку. Надя, я предлагаю далее открывать, поскольку ты начала этот процесс, предлагаю тебе его и продолжить. Ингредиент, благодаря которому происходят самые главные процессы при стирке. Прекрасно растворяет жир, чистит ткани и при этом относится к ним набережно. Это кальцинированная сода. Она применяется во всевозможных средствах для чистки и для стирки, отличается от пищевой концентрации. Если вы не найдете кальцинированную соду, можно взять соду обыкновенную, только 5-6 раз больше ее понадобится для того, чтобы приготовить такое средство. 700 граммов кальцинированной соды стоит 3 гривны 20 копеек. Надя, третий компонент, который мы откроем, это забота о наших руках. Как ты думаешь, что это может быть? Какой-то смягчающий компонент, да? Да, какой-то смягчающий компонент. Но, с другой стороны, этот компонент не должен мешать отстирывать. Ну, у меня даже нет вариантов. Может, какой-нибудь глицерин? Это зеленый чай. Он не окрасит, случайно, вещи? Во-первых, зеленый чай не окрасит. Я думаю, ты обращала внимание на средства, которые говорят с зеленым чаем, для смягчения рук. У нас 50 миллилитров зеленого чая, при добавлении которого и обеспечивается смягчение рук. У тебя вода закипела? Вода закипела. Мы засыпаем 50 граммов хозяйственного мыла. Очень важно хорошенечко все перемешать. Чувствуй себя алхимиком. Такие моменты. Тарас, а как долго должно кипеть там мыло хозяйственное? Должно полностью раствориться. Не должно не остаться ни одной частички. Как только это произошло, мы можем добавлять следующий компонент кальцинированную соду. А сейчас какого-то... Ну, посмотрим. В принципе, мыло это щелочь, и сода это тоже щелочь. Усиливаем эффект. Сода также должна очень хорошо раствориться, перемешаться, никаких комков. Если вы этого не сделаете во время приготовления, потом во время стирки могут оставаться белые разводы на вещах. Постоянно помешиваем, перемешиваем при приготовлении. И еще сколько минут будет кипеть вместе? В полминутки-минутка растворяется сода быстро. И вот этого средства, которое мы приготовим, его хватит на 2, 3, 4 стирки. В зависимости от того, насколько грязное белье вы будете стирать. По-моему, Тарас, уже компоненты растворились. Растворились. И сейчас мы добавляем зеленый чай. Тарас, но еще не все компоненты раскрыты. Для того, чтобы добавить аромата при стирке, и сделать это с натуральными компонентами, мы добавляем... Эфирное масло. Я решил использовать масло чайного дерева. Оно прекрасно подойдет к тому моющему жидкому средству, которое мы с тобой готовим. А сколько капель? Надя, мы добавляем 3-4 капли, но уже в остывший раствор. И хорошенечко перемешиваем. Уверена, что у этого средства появится еще и приятный аромат. И мы добьемся того же эффекта, который достигают производители дорогих средств для стирки белья с помощью отдушек. Мне однократно говорили, что именно вот эти промышленные отдушки частенько являются причиной аллергии. Надю, у меня есть уже сваренное дома гелеобразное моющее средство, в которое не хватает добавить несколько капель эфирного масла. Ставим ее. Можно я посмотрю, Тарас? Да, пожалуйста. Мне просто интересно, вот консистенция. Здесь видно, что консистенция действительно гелеобразная, благодаря мылу. И теперь понятно, что немного коричневый такой цвет. Это из-за того, что хозяйственное мыло темное, и плюс мы добавили зеленый чай. Зеленый чай. Это средство можно наливать непосредственно в барабан. Открываем. Добавляю сейчас сначала эфирное масло. Закрываем и перемешиваем. Я его взболтал, и белесость такая добавилась. Тарас, ты так славно потрудился, что можно немножко и отдохнуть. Угощайте, пожалуйста. С удовольствием. Немного бодрящего кофе пойдет нам на пользу. Нескафе. Первое правило утра. А пока пьем кофеок, напомню, пожалуйста, количество этого средства, которое нужно использовать для стирки. Если у нас немного белья и не сильное загрязнение, вам понадобится 1 четвертая стакана вот такого вот средства. Если вещи сильно загрязнены, вам понадобится полстакана. Очень важно, что, используя данное средство, кондиционер вам не понадобится. Пользуйтесь на здоровье. Это средство из простых ингредиентов, которые легко, просто и недорого мы можем сделать дома. Снова ты помог нам сэкономить наши деньги. Спасибо тебе огромное. Всегда рад. Теперь улучшить свою жизнь с помощью наших советов еще проще. Нажимай подписаться и узнавай из первых уст мои рекомендации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok